итак в этом видео сейчас покажу как шаг за шагом подробно сделать такой респиратор из каких материалов что необходимо делать смотрите начинаем значит в связи с коронавирусом возникла идея сделать самостоятельно респиратор в стиле steam punk как это будет выглядеть честно говоря не знаю у меня есть такая банка в которой я хочу вырезать такой профиль для того чтобы надевать на лицо а здесь будет какой-то вкладыш фильтрующий поэтому хочу сделать здесь как типа фильтра с такими прорезями покрасить в черный цвет как это будет выглядеть еще не знаю но сначала отрезаем но вот таким образом и потом будем потихонечку вырезать прикладывая к лицу и вырезаю определенный профиль даже представление не имею как это будет но сейчас отрезаем но отрезаем обыкновенным лезвием режется он хорошо сразу же теряет по жесткость ну и теперь буду прикладывать и смотреть что необходимо вырезать например вот здесь я хочу вырезать определенный участок потихонечку сначала немного а потом буду как-то заворачивать все дальше и дальше ну как-то вот таким образом скорее всего так будет длинновато должно быть короче поэтому наверно вырежу сначала где-то вот так наверно для того чтобы укоротить это слишком длинно значит смотрите остановился я вот на такой форме сюда нос и здесь тоже ну и когда просто обрезал врезается в кожу над газом прогревал одевал перчатку обыкновенную обычную прогревал над газом немного потому что наши плавятся и потихонечку вот загибал все края если видите загнуты и тогда когда одевается на лицо сейчас сложно мне проконтролировать будет как раз заходит здесь вот но и вы перед зеркалом вставляете смотрите где у вас большие зазоры немножко она еще этими лямками вот так вот растянет когда будет натягивать вот как-то так ну и обыкновенным лезвием и линейкой расчерчивал потихонечку шаг за шагом так чик 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 процарапал и потом прорезал вот такие вот прорези покрашу и теперь у меня будет вот такая крышка для фильтра что здесь будет значит с этой стороны я поставлю еще одну шайбу чтобы сюда можно было вату с марлей ставить сменную и вот потом закрутил все вот такая получилась у меня респираторная маска ну что ж буду теперь заканчивать сейчас из какого-то пластика вырежу сюда круг и просверлю в нем отверстие и приклею обыкновенным клеющим пистолетом теперь я все обезжириваю хочу покрасить это на данный момент желание серебристый цвет покрасить металлик обезжириваю вот таким 646 ну и теперь берем обыкновенный баллончик серебристой краской и потихонечку шаг за шагом превращаем в металл как видите я уже крышку покрасил высыхает быстро в принципе потом можно и лаком скрыть будет немножко меньше царапаться царапины по лаку все равно будут но они будут не насквозь тут в принципе это не принципиальный вопрос я уже покрасил крышку принципе уже все покрашено что теперь я хочу сделать резинку резинку буду цеплять на заклепки буду вставлять вот так резинку и на 4 заклепки здесь сделаю значит просверлю отверстие и поставлю на заклепку буду ли я где-то еще заклепки ставить чтобы так украсить я еще не знаю ну нужно ли его делать под стимпанк скорее всего нужно но я подумаю еще об этом ну вот теперь немножко когда высохнет начну подключать резинку и приклею смотрите я говорил что нужно сделать сюда дно вот сюда пластину из дна и одно вырезал на одной этой банки я вырезал сейчас вставлю просверлю отверстие побольше такие крупные на 12 на 14 и приклею термопистолетом принципе все и будет уже готово я в принципе собираюсь еще сделать клапан для выпуска воздуха чтобы сюда воздух заходил через вперед а выходил в бок но тут нужен такой клапан который бы в одну сторону легко выпускал а в нет получится это сделать или нет сложный вопрос я еще не решил пока вот таким образом что делаю сверлю отверстие в дне значит отверстия будут серьезные на 13 поэтому просто хаотичном порядке насверливаем таким образом пластики это делать легко но желательно чтобы было побольше причина какая чтобы вся поверхность вот ладно марлевой повязки работа у и так насверливаем по всей поверхности значит теперь я хочу пристегнуть резинку я вот в этих местах сделаю отверстия и поставлю заклепки так чтобы держалась именно на заклепках для этого нужно небольшие отверстия буквально полтора миллиметра диаметре отверстия на этой стороне ну и соответственно на это тоже 1 2 3 4 где-то так плюс-минус чтобы были одинаково с двух сторон сразу их не будет видно или одна или другая сторона поэтому большой разницы нет сверлим отверстия маленьким сверлом у хаунитена заклепки тонкая ножка тоненькая поэтому каким-то сверлом поменьше может быть даже вот таким это наверное полтора миллиметра и будем крепить пластик сверлится легко подставляем сверлим сделал сильный сильно надавил и сделаем немножко краску поэтому нежнее ну и так сверлим все значит хотел немножко дополнить во первых я немножко расширил до 3 миллиметров отверстия во вторых будем использовать вот такой холнитен он состоит из двух частей ножки и шляпки это или холнитен или блока такая одежная заклепка значит для этого у меня есть самодельные таки самодельное устройство для зажима зажима чик зажимается что еще нужно чтобы правильно вставить я хочу из середины вставлять поэтому возьму резинку вставлю намечу так скажем отверстие в резинке маркером тоненьким и вот сюда с обратной стороны буду вставлять таким образом шило пробиваем расширяем тут такое отверстие и вставляем блочку ну собственно вот так нужно вставить все четыре и тогда делаем отверстие такое и эту ножку ножка грибок по разному его называют отверстие и пытаемся если не получилось с первого раза второй раз ну в принципе должно резинка подается раз раз двигается и этот грибок заходит на место ну вот как то так смотрите теперь вставляем эти грибки с какой то стороны не знаю вставляем все четыре все все попасть третий и вот четвертый все теперь на него сверху на них сверху надеваем шляпки надеваем шляпки и закрепиваем закрепивается просто чик нажал и все по центру по центру стараться чтобы не увело в сторону раз все это просто если у вас такого устройства нет в сапожной мастерской вам могут помочь ну или каким то другим доступным способом вы можете это сделать ну все теперь нужно рассчитать длину и обрезать резинку померить по голове обрезать резинку чтобы закрепить на другой стороне ну вот такая стимпанковская вещь получается так буду ли я делать закрепки там по периметру может быть сюда я еще по закрепку у меня тут много все теперь замеряю длину длину замеряю так чтобы не очень давило и делаю все то же самое на обратной стороне так ну что же дальше мы приклеиваем вот это дно которое было в банке я его так обрезал чтобы оно свободно сюда вставлялось и теперь обыкновенным пистолетом приклеиваем приклеиваем его фиксируем на месте думаю что это будет как раз самое и так с этим все понятно приклеиваем и склеиваем с тет осталось сюда поставить пакет ватно-марлевый так организовать чтобы и не проходила вата чтобы при вдыхании вату не глотал поэтому ткань вата ткань так можно использовать можно тестировать как я и говорил я еще хочу попробовать сделать обратный клапан здесь на внешней стороне чтобы воздух сюда заходил а сюда выходил но вот он при выдыхании должен открыться воздух выйти и потом прилечь не знаю как этот вопрос еще пока организовать так чтобы было и выглядело хорошо и работала хорошо но пока в принципе этого достаточно обыкновенная ватно-марлевая повязка но с многоразовой вот этой частью а сюда повязку такую таблетку сделал вставил постирал допустим или утюгом прожарил и можно использовать еще вот такая поделка как это выглядит сейчас вам я у нас смогу показать как это выглядит чуть-чуть чуть-чуть попробую 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 так вот такая ситуация еще пока пахнет краской и клеем термоклеем потом я еще покажу видео как это выглядит и так как мы обслуживаем наш распиратор откручиваем я вставил вот такую это не марли такая более плотная ткань плотнее чем марли просто отрезал по размеру кусочек сложил в три части и чтобы лучше залазил обрезал углы теперь для ее обслуживания каждый раз нужно или постирать или хотя бы при выходе еще раз из дома прогладил раскрыл прогладил утюгом хорошо снова соединил вставил в середину и закручиваем если это будет марля то надо больше чем три слоя или хотя бы пять слоев или например два слоя из и между ними слой ваты ну вот и все и теперь одевается с резинкой и вы настоящий герой из звездных войн все повторяйте это совсем просто сделать но вы будете оригинальный точно увидимся на канале подписывайтесь на канал всего доброго